В последнее время новый всплеск популярности переживает старая австрийская экономическая школа. Популярна она, правда, не на научных конференциях, и не благодаря каким-то ошеломляющим открытиям, а скорее в пабликах, куда я захожу за дневной порцией мемов, но... ну и что? Зато они много говорят о свободе и показательно чувствуют своё превосходство над окружающими их тупыми леваками. А я люблю говорить о свободе и люблю чувствовать себя умнее окружающих. Поэтому, как вы понимаете, для меня австрийская экономическая теория приобретает особую актуальность. Так что давайте изучать её. Первое, что притягивает к себе взгляд в австрийской экономической школе, далее АЭШ, это их количество и их комплексы насчёт количества. То есть самих австрийских экономистов очень мало, Но поклонники АЭШ делают всё, чтобы казалось, что этих экономистов очень много. Для этого они записывают в генеалогическое древо АЭШ всех, кто сказал хоть слово доброе об их теории. Не только экономистов, но и историков, художников, блогеров, юмористов, людей, о которых вообще никто ничего не знает. Есть даже один утопист-романист, который неожиданно для себя стал половиной первого поколения. К сожалению, рассмотреть все замечательные идеи этих людей не представляется возможным. К тому же большинство из них просто описывало творчество Хайка, реже Мизиса. Поэтому, дабы не впасть в бесконечный цикл самоповтора, методом обычной логической конъюнкции я составил три собственные экономических поколения австрийской экономической школы. Это те люди, которых мы подразумеваем, когда говорим об австрийской экономической школе. И точно так же, когда мы говорим об этих людях, мы подразумеваем австрийскую экономическую школу. Первое поколение, с вашего позволения, я затрагивать не буду совсем. Потому что, с одной стороны, они имеют слишком много общего с неоклассической экономической теорией, и о предельных величинах, о развитии закона СЭИ я и так много говорил в предыдущем ролике. А с другой стороны, их, собственно, австрийские черты лучше развиты представителями следующего поколения. Например, идею изменения длины периода производства бембаверка необходимо рассматривать в контексте эффекта Рикарда Хайека. А третье поколение я не буду рассматривать сегодня. Как по мне, это отдельная традиция, тоже во многом противоречивая. Но дело в том, что основатели австрийской экономической школы себя к антиетатистам не относили. Поэтому сегодня предлагаю сосредоточиться на так называемом «золотом поколении». И да, я знаю, что первый из него не считал второго чистым австрийцем. И даже однажды на съезде общества ультрарыночников в Монпелерин, Мизис обозвал Хайека социалистом, разрыдался и выбежал, хлопнув дверью. Что немало говорит нам о психологическом состоянии важнейшего из австрийцев. Но придираться к таким мелочам я все-таки не буду. Далее, второе, чем прямо-таки гипнотизирует эта замечательная школа – это их априорный метод. Как элегантно подчеркивал Мизис, если реальность противоречит австрийским теориям, то это еще не повод пересматривать австрийские теории. Проблема вполне себе может быть в реальности. Кенсианский экономист Николас Калдер первым прочувствовал, что австрийец он как свидетель Еговы. Его нельзя переспорить фактами или статистикой. Когда доказывал некорректность австрийской теории экономических циклов. А Хайек в ответ просто априорно отмахнулся. Вот. Теперь можно и по самой школе пройтись. Австрийская теория вытекает из того же маржинализма, что и неоклассическая, и во многом на нее похожа. Разница в том, что австрийцы не рассматривают капитализм как систему в состоянии равновесия. По их словам, они изучают не фантомное идеальное конечное состояние, а рыночные процессы. По их мнению, предпринимательская деятельность двигает рынки к равновесию. И это уже само по себе довольно сомнительно. Регулирующие действия компаний, запускающие колебания предложения и спроса, могут стабилизировать один рынок, но дестабилизировать связанные с ним другие рынки. Говорить о том, что вся предпринимательская деятельность во всей ее совокупности будет только стабилизировать рынки, даже внутренне нелогично. Руководствуясь этой теорией, невозможно показать, как субъективные индивидуальные предпочтения влияют на рыночные механизмы. Кроме того, учитывая, что рассматриваемые процессы находятся в динамике, и она должна приводить к расходимости, а не сходимости поведения, не получится закрепить предположительно стабилизирующий характер предпринимательской деятельности. И дальше только хуже. Хотя австрийцы постоянно утверждают, что равновесия не существует, и троллят этим неоклассиков, но при этом их же теория требует равновесия для двух рынков, иначе она просто не работает. Эти два рынка – рынок труда и кредитный рынок. Мы начнем с последнего, потому что он завязан на австрийской теории экономических циклов. Воспользуемся информацией, любезно предоставленной нам одним из экономистов-историков А.Эш Дунканом Рикки. Он пишет, что экономический цикл порождает эмиссии или изъятие денежной массы. Выпуск новых денег работает как увеличение предложения сбережений. Процентная ставка падает и обманывает этим бизнесменов. Они заимствуют дополнительные средства и начинают финансировать новые проекты. Если бы это происходило в результате естественного накопления капитала, то все было бы нормально, но изменения порождаются правительством. Дальше уже люди получают эти новые деньги через зарплату, арендную плату или процент. И затем тратят их в привычных им пропорциях на потребление и инвестиции. Соответственно, отрасли промышленности растут по ошибке из-за неправильных инвестиций. Экономисты австрийской школы считают, что процентная ставка отражает временные предпочтения между товарами настоящего и будущего. Правительство и центральные банки якобы управляют денежной массой или процентными ставками. В результате чего фактическая процентная ставка начинает отличаться от естественной процентной ставки. Естественная процентная ставка – это та, которая уравновешивает сбережения и кредиты. Если же мы предположим, что на кредитном рынке невозможно равновесие, как на других рынках, и что нарушение равновесия для него такая же тенденция, как и для всех остальных, то вероятность неправильных инвестиций чрезвычайно возрастет. Банки из-за неверных прогнозов будут увеличивать кредит просто потому, что это приносит им большую прибыль. Но это как бы не единственная и даже не главная ошибка австрийской теории экономических циклов. Таких ошибок четыре. Во-первых, государство не принуждает банки выдавать чрезмерные кредиты, а скорее позволяет банкирам удовлетворять спрос на кредит. А банкиры, в свою очередь, радостно пользуются этой возможностью, потому что они не просто пассивно управляют деньгами, а имеют прибыль с кредитов и хотят ее увеличить. Именно поэтому кредитные деньги – это неотъемлемая часть капиталистической системы, и они будут существовать даже без центральных банков. Банки сами по себе заинтересованы выдавать в кредит больше средств, чем у них есть, потому что в конечном итоге это больше прибыли. Да, блин, сами австрийцы в конце концов мечтают влезть в экономику и навязать банкам полное резервирование и некий стандарт. Например, голубой мечтой Хайка была валюта с неким товарным стандартом. Пока Калдер ему любезно не объяснил, что расхождение ставок – это не особенность денежной экономики, и что даже в товарной экономике было бы ставок по числу товаров. Поэтому большинство австрийцев обычно сходятся на золотом стандарте. Но это же ведь нелепый вывод из, по сути, надуманной причины. Кстати, в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века, со стороны неоконсервативных правительств, вдохновлявшихся вот такими монетаристскими теориями, была попытка ограничить эмиссию денег в соответствии с инфляцией. Я вынужден отметить, что ответственность за эту политику несут не австрийцы, потому что, ну, Мизис уже умер, а Хайк превратился в живой труп, а что думают остальные австрийцы, вообще никого никогда не волновало. Занимался этим всем Милтон Фридман со своими чикагскими мальчиками, хорошо известными по устроенному им экономическому кризису в Чили, из которого пришлось выбираться через заимствование общественных средств. Но, тем не менее, именно монетаристский посыл у обеих школ общий, и как бы вот это ограничение эмиссии привело к рецессии, которую современники называли второй после Великой Депрессии. Вместо предполагаемой стабилизации экономических циклов, жители Великобритании за период с 1979 года по 1985 получили трехкратное увеличение безработицы и падение обрабатывающей промышленности на 10%. Ну а золотой-то стандарт ограничения пожестче будет. А все потому, что денежная масса не навязывается извне, и это, кстати, вторая ошибка этой теории экономических циклов. Банковская система создает столько денег, сколько надо людям. Денежная масса есть функция спроса на кредит, а он, в свою очередь, функция на уровень экономической деятельности. Третья ошибка связана с очищающей функцией, приписываемой австрийцами процентной ставки. Якобы процентная ставка сообщает компаниям о реакции их конкурентов на изменение спроса и будущих тенденциях в производстве. Вот, например, повысился спрос на олову, выросла его цена, туда сразу потекли инвестиции. Соответственно, выросла процентная ставка, прибыль понизилась, инвестиции остановились, и таким образом перепроизводство не случилось. Но, к сожалению, для экономистов австрийской школы такая ситуация попросту невозможна, потому что процентная ставка отражает спрос на кредит сразу по всей экономике, а не в каждой конкретной отрасли. То есть нет, именно таким образом процентная ставка не влияет на экономический цикл. И, наконец, последняя ошибка, а именно, что расширяющийся кредит – это неплохо. Это важная особенность капитализма, которая позволяет ему так стремительно расти. Именно эти ошибки, парадоксы, фантомность причины и маразм выводов привели к унизительному поражению австрийцев от кенсианцев в конце 30-х. Поражению из-за которых австрийцев так мало. По сути, Мезис и Хайк стали последними такими научно значимыми представителями австрийской экономической школы. Сколько на кенсианцев было вылито грязи по поводу их идей по отпитке спроса. Почему-то все забыли, что они выдвигались в ответ на Великую депрессию, и что их оппонентов-австрийцев, австрийские же теории, затянули в пучину какой-то совсем неадекватности. С точки зрения АЭШ, самое разумное поведение в момент кризиса это ничего не делать и сохранять свои деньги. И ждать эффекта Рикарда, то есть поворотной точки между подъемом и спадом. Потому что, ну а чего вы хотите, денежная масса искусственно раздута. Когда Хайк впервые представлял эту свою теорию в аудиторию под гробовую тишину, в конце концов один из экономистов не выдержал и задал ему очевидный вопрос. Вы что, действительно считаете, что если я сейчас пойду и куплю себе пальто, то это увеличит безработицу? Говорят, что в ответ Хайк покраснел как рак, спрятался в углу и стал чертить какие-то странные математические схемы. Да еще и Николас Калдер в своей статье профессор Хайк и эффект гармошки статистически доказал, что этот самый эффект гармошки возможен только при совсем уж специфических и изначально заданных условиях равновесия, но не в реальной экономике. Больше всего из прочитанного на эту тему мне понравилась статья отечественного экономиста Капелюшникова, написанную в форме введения к сборнику работ Хайка. В ней он, потратив определенное место на объяснение того, что такое эффект Рикардо и как он важен для австрийской теории экономических циклов, завершает совершенно гениально. Мол, эффект Рикардо давно вышел за пределы экономических циклов и в этом гениальность Хайка. То есть сразу гениальность непонятна, да? Еще раз. Точка поворота, ключевой момент всей теории, заставляющий цикл работать, по итогу никак не связан с теорией экономических циклов и в этом гениальность ее создателя. Вот уж действительно многоходовочка из многоходовочек. И я боюсь, что до сих пор это единственный доступный сторонникам АЭШ уровень ведения дискуссий. Ну да ладно, возвращаясь к АЭШ, чем она занималась, рекомендуя ничего не делать? Ну как бы вы не слушали нас и заслужили все случившиеся с вами беды, вот такой был их основной посыл. В то время как их кенсианцы закрывали как научную традицию. Почему у австрийцев все настолько не сходится и в чем истинная причина экономических циклов? Капиталистическое производство двигает жажда наживы, ну или точнее получения прибавочной стоимости, с прибыли, процента, ну или арендной платы. Если капиталист не может получить достаточно прибавочной стоимости, то он стопит производство и увольняет людей, а они в свою очередь сокращают потребление. Есть два типа факторов, влияющих на получение прибавочной стоимости. Первый субъективный – это общественные отношения, господство и подчинение, создаваемые капитализмом. Они являются причиной эксплуатации и в конечном итоге классовой борьбы. Объективные факторы – это второй тип. Они связаны с тем, как капитализм работает. Например, рынок не предоставляет достаточной информации производителям, чтобы они смогли избегать диспропорций. Другой пример – это чрезмерное капиталовложение и сверхнакопление. Или, говоря словами Прудона, производство при капитализме имеет тенденцию опережать потребление. На капиталистов постоянно воздействуют внутренние факторы, то есть классовая борьба, профсоюзное движение и внешние, то есть конкуренция. Из-за этого они вынуждены вкладывать капитал в развитие средств производства. То есть во время экономического бума безработица падает. Соответственно, рабочие в своих профсоюзах получают больше возможностей бороться за увеличение заработных плат, а это понижает прибавочную стоимость. Соответственно, капиталисты вкладываются в новшества, чтобы противостоять этой новообретенной силе. Точно так же они поступают ради получения преимуществ над конкурентами. Это приводит к увеличению прибыли, получаемой отдельными компаниями в краткосрочной перспективе, но к падению прибыли в долгосрочной перспективе. Дело в том, что ценовой механизм сообщает компаниям информацию об изменении цен только в настоящем. Планы же на будущее они строят отдельно друг от друга. То есть, если вы будете трясти перед конкурентами своими бизнес-планами, то они получат над вами конкурентное преимущество. То есть, сама рыночная система поощряет подавление информации и делает невозможным коллективную координацию планов с последующей их коррекцией относительно друг друга. Поэтому цены, они как бы не про долгосрочное равновесие. Процентная ставка сообщает недостаточной информации, в результате чего инвестиции концентрируются в определенных секторах экономики. Происходит чрезмерное капиталовложение, стремящееся к перепроизводству. Новые компании, отечественные и иностранные, тоже хотят получить свою часть прибыли на растущем рынке. Конкуренция растет, а средняя прибыль уменьшается. Появляются тенденции к поглощению и слиянию. Рынок захватывает большой бизнес. Безработица падает, дисциплина, которая при капитализме напрямую от нее зависит, хромает. Зарплата в результате профсоюзной деятельности растет, и это тоже приводит к сокращению прибыли. Классовая борьба здесь имеет несколько противоречивый характер. С одной стороны, она препятствует сверхнакоплению капитала, разрушает капиталистическую власть и сокращает размер прибыли. Но с другой стороны, за счет привлеченных средств поддерживает и увеличивает спрос на товары. Из-за отсутствия эффективной коммуникации на рынке случается перепроизводство. Теперь наоборот, рост безработицы усиливает власть капиталистов. Зарплата падает, соответственно, прибыль растет, но при этом и спрос сокращается. Но опять-таки ценовой механизм препятствует распространению информации. С точки зрения коллективной коммуникации, компаниям именно на этом моменте стоило бы вкладываться в производство. Но они, благодаря рыночной системе, сидят в изоляции и ждут плохого, так как видели, что многие компании разорились. То есть рыночная система сама по себе искусственно затягивает спад. Наблюдая это явление, многие марксисты радостно потирали руки, мол, вот оно. Но буржуа становится своими могильщиками. А значит надо брать власть в свои руки и загонять людей в гулаги, пока капитализм окончательно не рухнет. Однако у капитализма очень высокий запас прочности. Рано или поздно уменьшение конкуренции и увеличение безработицы приводят к новым инвестициям, потому что норма прибыли растет. И это порождает новый бум. А такие марксисты в итоге получают не коммунизм, а новое тоталитарное рабство с вождями и прочим говном. Потому что капитализм сам по себе не рухнет, его можно разрушить только изначально сознательной социальной революцией, которая разрушит все капиталистические отношения, типа власти и наемного труда, а не прикроет их благообразием щербатого вождя. То есть причина капиталистических экономических циклов в том, что общество не производит на себя. Если бы рабочие производили на себя, кризисов бы не было. Экономика одного бума попросту невозможна, потому что даже при полной занятости, если рост зарплат опережает рост производительности, то сокращается прибыль и получается кризис, пример 60-70-е года прошлого века. Если же наоборот рост производительности опережает рост зарплат, то становится труднее реализовывать произведенные продукты, и опять-таки получается кризис. Пример 20-30-е годы прошлого века. И это хороший момент, чтобы закончить наконец с теориями экономических циклов и перейти ко второму рынку, который австрийцы наделяют свойствами равновесия. И это рынок труда. Согласно гипотезам АЭШ, при свободно-рыночном капитализме рынок труда будет отличаться полной занятостью. Здесь, конечно, немало политики. Современные сторонники АЭШ-либертарианцы, в силу возраста только недавно открывшие для себя цинизм, любят смеяться над нищетой и неопределенностью. Но классики АЭШ все-таки заботились о своей репутации. Трудно было бы доказать, что больший уровень безработицы при свободно-рыночном капитализме, а также порождаемый ею страх и неуверенность в завтрашнем дне, будет полезен для наемных рабочих. У австрийцев тоже понимание безработицы, что и у неоклассической экономической теории. Во-первых, она добровольна, а во-вторых, результат слишком высокой цены труда. Вот уж действительно, кто бы мог подумать, что депрессия выгодна рабочим. Ведь одни из них получают более высокий доход, а другие досуг. Разумеется, действительность радикально отличается от подобной абстрактной модели. Анархисты давно доказали, что в основе капиталистического рынка труда лежат неравенство и власть. Прудон в своей книге «Что такое собственность?» отмечал. Предприниматель говорит рабочему, вы вольны предложить свои услуги кому-нибудь другому, так же, как я волен принять их. Я предлагаю вам столько-то. Торговец говорит своему клиенту, вы можете брать или не брать, ваши деньги – мой товар, я требую столько-то. Кто же уступит в этом случае? Более слабый, конечно. На реальном рынке труда ситуация следующая. Из-за насилия в прошлом, например, захвата земли при помощи государства, контроля государства капиталистами и тенденции капитала к концентрации, меньшинство людей владеет средствами жизнеобеспечения, а большинство людей вынуждены продавать свою рабочую силу, чтобы получить доступ к ним. И вот это насилие – это ведь не просто данность. Капиталисты извлекли из него немало выгоды. В результате получается добровольность сродни добровольности акта ограбления. Грабитель ограничил выбор жертвы двумя вариантами – потерять жизнь или деньги. Разве это добровольный выбор между имеющимися возможностями? Точно так же, когда навязанная насилием система прав собственности ограничивает выбор трудящихся во имя привилегий капитала между продажей труда и безработицей – это не является свободой, как и в случае с грабителем. И я сейчас не буду говорить о самозанятых гражданах, потому что это крошечный сектор экономики. Свобода выбора – это не то, что может быть выбрано чисто потенциально, а то, что будет выбрано на самом деле. А само существование рынка труда зависит от отделения трудящихся от средств производства. Наемный труд – это главная особенность капитализма. Даже в развитых странах, типа США, число самозанятых граждан не превышает 15%. То есть для подавляющего большинства населения при капитализме наемный труд – это реальность. Очевидно, что никто не может принудить вас силой работать на себя. Но грош – цена такой добровольности, ведь вы должны работать на кого-то. Если вы, конечно, не верите в нелепые сказки о том, что меньшинство упорно и трудолюбиво, а нанятое ими большинство – лениво и тупо. Веками капиталисты вместе с государством создавали порог для входа на рынок и, с другой стороны, рынок покупателей труда. В конце концов, как саркастично подмечал Карл Палани, Мизис справедливо утверждал, что если бы рабочие не вели себя как члены профсоюза, а умерев свои претензии, меняли свое место жительства и род занятий в соответствии с требованиями рынка труда, то в конце концов им удавалось бы находить себе работу. В этих словах резюмировано положение вещей при той экономической системе, которая основана на постулате товарного характера труда. В самом деле товару не дано решать, где его выставят на продажу, для какой цели используют, по какой цене перейдет он к другому владельцу, каким образом его станут потреблять или уничтожат. Мне от себя захотелось добавить вопрос к Мизису. Вот в конце концов это как долго? Ведь суть системы наемного труда в том, что наемный рабочий не может ждать. За это время он может просто умереть с голоду. Существование безработицы добавляет преимуществ сильнейшей стороне, участвующей в обмене. Оно дисциплинирует труд, заставляет рабочих соглашаться на худшие условия и не бороться за лучшие. Это очень удобное средство для капиталистов и непонятно, почему при свободно-рыночном капитализме они должны от него отказаться. Экономисты австрийской школы не приводят таких аргументов. Вместо этого они берут рынок труда и рассматривают его в состоянии равновесия. И выглядит это все как простой популизм. Между прочим, равновесие, оно не просто так вне у классической экономической теории. Неравновесие само собой подразумевает, что при обмене сильнейшая сторона получит выгоду за счет слабейшей. То есть при неравновесии сделка неравно выгодна для всех сторон. Кроме того, без равновесия законы, доказывающие, что заработная плата рабочих всегда соответствует их вкладу в производство, попросту не работают. Поэтому аргументы в защиту капитализма у австрийцев несколько отличаются от неоклассиков. По сути, их два. Аргумент свободы и аргумент что-нибудь еще было бы намного хуже. И тот, и другой не особо убедительны. Свобода у них – это, как правило, возможность выбирать себе хозяина. Этот аргумент не про свободу людей получить то, что они хотят, а скорее про свободу любить то, что они получают. Кажется немного удивительным, что люди, столь кричащие о свободе, защищают тоталитарную экономическую систему капиталистических прав собственности, с четкой иерархией и обязанностью следовать приказам вышестоящего руководства, правилами и, в конечном счете, даже планами. Хотя так-то обычные экономические планы, взятые, правда, в чуть больших масштабах, вызывают у сторонников АЭШ ярость. Да и если разрегулировать жизнь этих почитателей свободы так, как разрегулирована их работа, они сочтут это рабством. Правда, только экономикой любовь австрийцев к тоталитаризму не ограничивается, в политике у них те же самые предпочтения. Например, Мизис в 20-е годы прошлого века приветствовал фашизм, потому что он давил бастующих рабочих, восстающих против естественных рыночных порядков. В 30-е, правда, годы, когда это же самое государственное насилие фашисты начали применять против евреев, Мизис решил резко переобуться, потому что он сам был евреем. Недолго думая, он пояснил, что в нацизме виноваты социалисты, которые, ну, по его логике, видимо, сначала спасли европейскую цивилизацию, а потом решили ее угробить. Видимо, это социалисты финансировали фашистские партии и получили немало прибыли от подавления рабочих движений. До сих пор трепетные любители свободы из австрийской экономической школы празднуют дни рождения авторитарных вождей типа Пиночета. Я как-то указал одному либертарианцу на несостыковки в его позиции, а он мне пояснил, что он радуется рыночным реформам. То, что эти реформы навязывались государственным насилием, ни разу его не смутило. Хотя, в общем-то, так всегда и было. Экономический тоталитаризм навязывался с помощью политического насилия, и только их априорный метод мешает сторонникам АЭШ признать, что развитие капиталистических отношений, начиная с их зарождения, привело не к деградации политических институтов власти, а к перерождению империй. Только игнорируя историю, можно счесть, что государство с рыночком входит в некий диссонанс. В 1980-х годах реализация неоконсервативными правительствами свободно-рыночных реформ, вдохновленными Австрийской экономической школой, привели к лавинообразному росту гражданских протестов. Поэтому, по сравнению с предыдущими периодами, государство не только не ослабело, но кратно усилилось. Другими словами, Австрийская экономическая школа хочет превратить государство из средства контроля над капиталом и народом просто в средства контроля над народом. Люди свободны направляться невидимой рукой рынка, а если они не хотят этого делать, то надо их бить видимым кулаком государства до тех пор, пока не захотят. Сторонники Австрийской экономической школы могут сколько угодно кричать о свободе, но если социалистическое движение возродится в своих прежних масштабах, то они все как один снова будут приветствовать авторитарные режимы. Второй аргумент. Любая альтернатива капитализму была бы хуже. По мнению австрийских экономистов есть только капитализм и социализм. Регулирование государством экономической деятельности есть либо признак социализма, либо первая ступень к нему. Разумеется, исторический союз государства и капитала, начиная с поддержки и меркантилистами первых мануфактур, игнорируется. Хаек своей дорогой к рабству подразумевал, что любое государственное регулирование экономики есть путь в социализм или фашизм. Правда, это он писал в рамках своей критики Кейнса, пытаясь уж найти ну хоть какие-то аргументы. Но опять-таки, учитывая историю, это все нелепо. Ни одно из государств не стало фашистским из-за вмешательства в экономику. Кроме, правда, может быть, Чили, но Хаек-то обожал Чили. В реальности все наоборот, это уже диктаторские государства занимались планированием. Нет ни одного демократического государства, которое из-за вмешательства в экономику стало бы диктатурой. Вот эта хайковская схема, хайковская дорога, капитализм, вмешательство государства, социализм, рабство и нарушение прав человека, активно использовалась в 60-х, 70-х годах прошлого века для критики государства всеобщего благосостояния. Но ведь главной проблемой для капиталистов в этих социальных государствах было не отсутствие свободы, а скорее ее избыток. Простые люди, рабочие, студенты и прочие угнетенные восставали и ставили под сомнение общественные иерархии. Этот образ не подходит под определение рабства, а вот трудовые отношения при Пиночете, Тэтчере и Регане наоборот подходят. И от государства тогда требовалось защитить право экономической власти, сломить организацию и дух угнетенных, и силой навязать капиталистический тоталитаризм на фабриках и заводах. Но при этом я вынужден отметить, что у Хайка есть чему поучиться. Например, его теория рассеянного знания идеально подходит к критике центральных планов и государственного социализма. Но при этом я не понимаю, почему я со своей антиавторитарной социалистической стороны не могу использовать эту теорию рассеянного знания в качестве критики крайне централизованного капитализма и за либертарную децентрализованную социалистическую систему. В качестве заключения я хочу сказать, что мне идеи свободы у австрийской экономической школы представляются некоего рода софистикой, призванной прикрыть очевидную противоречивость их аргументов. АЭШ проповедует непогрешимость капитализма и власть бизнеса, путая свободу со свободой предпринимательства. Лично я ищу свободы как бы более свободной, чем просто вера в иерархическую экономическую систему неравенства и угнетения. Так-то последняя и не свобода вовсе. Небольшой постскриптум. Существует так называемый калькуляционный аргумент Мизиса и многими либертарианцами считается, что он математически опровергает все виды социализма и все виды коммунизма. Я не стал его затрагивать здесь, так как, на мой взгляд, ну он уж очень устарел. Со времен Холодной войны социализм не считается чем-то невозможным, а наоборот всячески подчеркивается его угроза. И эта угроза служит для оправдания капитализма. С учетом того, что я говорил о дороге Хаека, невозможность социализма просто нелогична. Как что-то невозможное может постоянно угрожать всем нам, быстро развиваться из любого правительственного вмешательства и существовать десятилетия. Но при этом и полностью проигнорировать я его не мог. Поэтому, дабы не увеличивать длину видео как минимум на треть, я просто оставлю внизу ссылку на свой конспект N.Anarhist.fq. Если интересно, можете посмотреть там кратко, насколько возможно. Вот. Теперь точно все. Субтитры сделал DimaTorzok